Процесс децентрализации власти нужен в первую очередь для поднятия экономического роста регионов и городов. Для Одессы это еще один шанс стать курортным городом страны и экономически развитым. Однако готовы ли мы к этому? Ведь реформа предусматривает не только распределение властных полномочий на местах, но это еще увеличение уровня ответственности каждого чиновника, исполнителя и нас с вами. Нам предстоит брать обязательства за все решения, принятые властью, и контролировать происходящие процессы. Региональное управление предполагает формирование и реализацию собственной стратегии развития и социально-экономической политики. Эффективно выполнять такую роль могут только выбранные органы и власти, которые несут персональную ответственность перед избирателями за свои программы развития. Однако это возможно при наличии высокого доверия к областным и местным органам власти. Нам также очень важен аспект экономической свободы. При становлении финансовой децентрализации наш город становится практически собственником своей территории. Принцип финансовой самостоятельности является ключевым при формировании органов местного самоуправления. А поскольку общество и есть территориальной основой для местных органов, то при рассмотрении законопроекта необходимо учитывать налоговый потенциал. Одесса – одна из немногих городов, которая способна обеспечить себя и проводить до начисления в государственный бюджет. Чтобы эффективно провести децентрализацию власти, нам необходимо начать закрепление за местным бюджетом источников финансовых ресурсов, что позволит в итоге качественно выполнять свои обязанности. Основная часть необходимых ресурсов должна аккумулироваться непосредственно на территории нашего города. И поскольку в структуре доходов местных бюджетов именно налоги составляют более 80%, необходимо оставить все сборы и платежи, которые поступают в юрисдикции нашего региона. Перестать разворовывать город и задуматься о взятой на себя персональной ответственности. Думаю, что бюджет нашего города должен зависеть от результативности местной экономики. Следовательно, целесообразно предоставить на местах возможность распоряжаться долей как подоходного налога, так и налога на прибыль. Подоходный налог является сегодня формирующим бюджета города. В новом проекте мы слышим отмену этого налога, предоставление ставки налога на прибыль в размере 25%, предоставление экологического сбора, что в своей суммарной стоимости не соответствует даже тому уровню, который мы имеем сегодня. Однако, при реализации такого сценария не исключено, что местные власти возьмут на вооружение введение новых налогов и сборов. Среди них может оказаться налог на недвижимость и налог на транспортное средство. Полномасштабное осуществление децентрализации власти должно сопровождаться реформированием как бюджетно-налоговой сферы, так и административно-территориального устройства. Ключевыми вопросами, на которых следует сосредоточить усилия, является четкое разграничение управленческих полномочий. Это все мы сможем достичь тогда, когда к руководству города придется здравый смысл и разграничение понятия, как госслужащий и политическая фигура. Когда мы сможем набирать достойных управленцев и не менять их только потому, что пришла очередная смена власти. Когда мы будем готовы нести всю ответственность за принятые решения. Когда мы сможем принимать решения, руководствуясь интересами громады, а не своими личными. И когда о них не надо будет говорить. Люди будут видеть все сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова